Всем привет! Добро пожаловать в новое видео, в новый влог. Сегодня 22 декабря, четверг. Сегодня с утра проснулся я в 6.15. Мама проснулась еще раньше. У нее сегодня электричка в Сочи. Отвез на вокзал, проводил. Ждем обратно сегодня. Одним днем туда-обратно. Поэтому, собственно говоря, на море мама-то и не хотела ехать, потому что она знала, что она отправится в Сочи и будет там уже наслаждаться морем. Я только сейчас сажусь вот после работы монтировать влог. У меня немножко сбилось все из-за наших вечерних фильмов, которые мы там смотрели. Там вчера Фантомаса смотрели. Ну вот, все сдвинулось. Я не монтировал влоги перед сном, как это делал до этого и выкладывал их. Вот, так что сейчас смонтирую влог, а потом проведем большой... Да, его можно назвать большой эксперимент с GoPro. Вот с этой. Вчера подкинули идею в Telegram-чате кое-что сделать. То, что я сам давно хотел проверить. А вообще, наверное, не буду я тянуть и сначала проведу эксперимент. Короче, в чем суть? Дело в том, что пока солнечно, я могу его провести. А если я сейчас затяну немножко с монтажом, скоро, блин, солнце сядет и все. Ребята, есть GoPro. Она снимает в самом максимальном разрешении 5К, в котором я, собственно говоря, и снимаю все влоги. То есть полностью снятый день, там с материалом минут на 15-20, занимает около 20 гигабайт папка. Это всегда меня, как бы, напрягает, потому что мне приходится все это скорее удалять. Ну, то есть, чтобы не держать все эти черновые материалы, как бы, нет смысла, практически все идет во влог. И вывожу я влог, рендерю в разрешении 1080p. То есть, по сути, я делаю вот тот самый downscale, понижаю разрешение до 1080 с 5К. Мне интересно, а что будет, если снять влог в 1080p? Ну, сразу. То есть, я сделаю сейчас несколько видосов и в 5К, и в 1080p, и потом еще на монтаже их крупно. И посмотрим, что из этого получится. Сравним, насколько хуже или не хуже. Может быть, нафиг я это делаю, там, может, проще сразу в 1080p снимать, и папка будет, считай, занимать не 20 гигов, а 5 гигов. Так, я постараюсь не шевелить сильно камерой, чтобы, ну, максимально четко можно было, чтобы нельзя было, короче, скинуть это на какую-то трясучку, например, качество. Вот, сейчас я поснимаю себя в 5К, а сейчас камера снимает 1080p. Ну, вот, в принципе, два кропа вам теперь подряд, бок о бок, чтобы понять, например, елочка как там, или мои седые волосишки на бороде. Мне кажется, вот, как раз-таки, ветки вот эти, они идеально подходят для такого теста, потому что есть за что зацепиться, кропнуть. Вот, еще раз, даже в движении 1080p, и возвращаемся к 5К теперь. Вот так вот теперь выглядит 5К. Я уверен, что есть разница. И вот, очень интересно, конечно, вообще, прям сейчас скинуть материал и посмотреть, что из этого получится. Ну, конечно, это громко было сказано, что это супер большой эксперимент, но в любом случае, я не думаю, что есть смысл, там, весь влог сейчас снимать на 1080p, завтра снимать, там, или, ну, короче, выходить, какие-то разные тесты. Достаточно вот такой картинки, себя снял, елку снял, все, поэтому уже можно сделать какой-то вывод. Кстати, были мысли мне сделать обзор моих настроек GoPro, потому что у меня уже с момента, как мы ее купили, у меня уже устаканилось какое-то понимание, как, что и для каких съемок она должна настраиваться. И, кстати, она у меня всегда настроена на вот эту кнопочку, это очень удобно, это дико удобно, из-за этого я иногда не снимаю на эту камеру, ну, в смысле, я забываю нажать на кнопку съемки. Потому что здесь я всегда из кармана доставаю, уже нажимаю на кнопку, и когда я достал, она уже снимает. И то же самое я закончил, нажал, убрал, знаю, что она сейчас выключится, батарейка не сдохнет. А на этой камере есть такая фигня, что я ее включаю, и у меня уже в мозгу кажется, что, ну, уже запись пошла, и очень много дублей я так запорол. Нужно включить, нажать на съемку, и потом то же самое в обратном порядке. Короче, я не вытерплю, и прямо сейчас скину этот материал и посмотрю вместе с вами, чтобы дать какую-то свою оценку реальную, не то, что я что-то там думаю, качество, а что на самом деле будет. Так, ребят, запись экрана пошла, сейчас я скидываю вот эти вот файлы, 4 файла на монтажный стол, но я не меняю секвенции, настройку секвенции. То есть здесь 24 или 25 кадров в секунду, и она уже кропнуто, между прочим, кропнуто до 1080. Вот смотрим. Во-первых, звук нам не нужен, сразу звук убираю. Смотрите, какой я ход конем сейчас сделаю. Я сделаю ход конем вот таким образом. Беру одну картинку, накидываю поверх другой, и сюда эффект кроп закидываем и обрезаем ровно наполовину вот так. Бац! Криво, косо, но мы зато все поймем. И теперь, ну, 100, 200. Ну, тут сразу понятно, где 5К, а где 1080. Тут как бы без вопросов, да? Здесь каждую волосинку видно на бороде седую, как я и говорил. Вот, а тут все размыто, все замылено. Но, а теперь делаем вот так вот, делаем на весь экран, чтобы понятно было. Блин, ну видно, видно. Чего тут это? Ничего не придумаешь. Я уж хотел как-то это, притянуть за уши, думаю, ну может как-то все-таки А. А, нет, никакого никак-то все-таки не А. А если сделаем кроп в другую сторону, то есть мы его сейчас вот так вот сделаем и сверху обрежем. И мы сейчас по нашей елочке тоже все поймем. Во-первых, здесь насколько резко сверху и насколько мутно снизу. И теперь еще в 200% увеличиваем. Идем туда, смотрим. Ну, тут, короче, не просто так я делал то, что снимал я в 5К. А вся суть-то в чем? В том, что когда мы снимаем в 5К, мы используем максимальное разрешение. Мы максимально каждый пиксель забиваем информацией. Когда мы снимаем Full HD, то есть, ну, 1080, то он берет несколько пикселей и объединяет его в один, грубо говоря. Ну, насколько я это понимаю, потому что, ну, оптически ничего не меняется. Линза не меняется, поток света попадает на матрицу, на то же пространство матрицы. И, соответственно, тут только так я могу понять, что он берет, грубо говоря, 8 пикселей и объединяет его в один. Вот как-то так. Поэтому, наверное, да, есть смысл все-таки мучиться и забивать все время пространство тяжелыми файлами. Но зато будет кайфовое качество на выходе. Даже с учетом того, что это Full HD, я все равно выведу. Да, сожмется, но Full HD из Full HD это хуже, чем Full HD из 5К. Все-таки даунскейл работает. Так, ребята, ради чистоты эксперимента я вывел файл с 5К и 4К. Вот тот самый, который мы с вами крутили-вертели, чтобы вы поняли, как это выглядит прямо, ну, совсем. Вот смотрите прямо сейчас на экран. То есть это уже файл, который вышел из программы. Вот так программа его поджала. Если мы зальем его на YouTube, например, или на какую-нибудь там другую платформу, то она еще подожмет его. Ну, в общем, вот так. Это ее уже совсем для чистоты, чтобы не придраться, так сказать. Короче, ребята, наш выбор это там 4К, 5К, вот это все. Но выводить можно в Full HD. Так, у меня рендерится вчерашний влог, а я пошел есть. Кстати, вот когда снимаю от первого лица, я снимаю пушку. И вот у меня сейчас навеяло на новый эксперимент. После того, как покушаем, я его проведу. Алиска приготовила макарошки с котлеткой, с оливками, помидоркой и все в соусе вкусном. Эй, бузыка! А я под столом люблю тусить. Мне нравится здесь. Реально, как только садимся есть, да и не только есть. Ну, короче, это у собак всегда такая история. Под стол залезть и под столом сидеть. Наблюдать за миром. А, ну, мы же знаем, что про сиденье нельзя. Или, да-да-да. Или вот так вот. Я в той комнате, Алиса здесь. Она где-нибудь вот тут вот ляжет посередине. Чтобы всех не... Да что ты грустишь-то? Я не могу тебя погладить, мне уже и кушать надо. Так, ребята, раз уж сегодня эксперименты, как я и говорил, у меня есть еще один эксперимент. Во-первых, нужно понизить скорость затвора. Вот так вот, АИСО, между прочим, сейчас 2500. Короче, рассказываю про проблемы блогеров. Снимаю на большую камеру дома, снимаю с микрофонной пушки. Сейчас звук идет с пушки. Иногда, когда снимаю с той стороны, ну, от первого лица, как я говорил, я пушку отключаю вот таким образом. Бац! И пушка отключена. Я бы с удовольствием вообще вот так и снимал бы. Звук вроде с пушки кайфовый. И сейчас хочу сделать маленький эксперимент. Это у меня в ручном режиме сейчас микрофон, естественно. То есть он не делает сам по себе громче, если я буду говорить тише. То есть я буду говорить тише, вы меня ни хера не услышите. А буду говорить громко, там забьется микрофон пиками. Сейчас сделаю в автомате, послушаю, как оно в автомате. Давно хотел провести этот эксперимент. Между прочим, когда мы гоняли первый раз в Стамбул с Алисой, мы брали этот фотоаппарат, брали его без пушки, с этим объективом. И в автомате снимали звук. Там, в принципе, был, по-моему, годный звук, нормальный. То есть вот сейчас мне интересно, можно ли дома без пушки все-таки снимать? Спасет ли автоматический уровень звука? Внимание, сейчас следующие кадры будут с автоматическим уровнем звука встроенного микрофона. Эксперименты! Так, ребята, ребята, раз, два, три. Пошел звук. Звук должен идти сейчас в автоматическом режиме. Если я буду даже вот тут вот говорить с вами что-нибудь, хотя я в любом случае не дальше, чем вытянутая рука обычно. Поэтому вот на этот угол обзора можно и поближе быть. И насколько хуже звук, насколько лучше, сейчас вот проверим, потому что следующим кадром я снова вставлю пушку в ручном режиме, потому что пушку в автоматическом режиме, мне кажется, бессмысленно снимать, включать точнее, потому что это будет какой-то там, будет какофония невкусная, невкусная для ушей. Итак, пушка. И вновь, вновь, вновь пушка наверху, сейчас вот на этот микрофон. Ну, мне кажется, конечно, с пушкой ничем не сравнится, но неудобство заключается в габаритности и неудобство заключается в том, что нужно вытаскивать штекер, когда снимаешь от первого лица, потому что ничего не слышно, микрофон направлен строго там вперед, чуть-чуть под маленьким узким углом вот таким, и то, что сзади, он там, только бубнение какое-то слышно. Приходится вот так вот, либо наговаривать вот так вот, то есть снимать и наговаривать микрофон, либо вытаскивать штекер. Вот, все, что я хотел проэкспериментировать в этом влоге. Я не знаю, если что-то будет еще интересное, включусь в эфир. Так, у нас тут намечается чай, и мы сегодня в пятерочке нашли вот такое печенье, просто, ну, вы понимаете, да, что это типа Орево. Вот, по-моему, тут все просто вот прям очень похоже, очень наводит на мысли о том, что и вкус должен быть похожий, но мы еще пока не пробовали. Это М здесь или W? Вот интересно. Ребята, забрали маму с вокзала, и пока ехали обратно, сейчас включу кадры, это красное. Говорят, что целый год там не горели вот эти вот огонечки, кружочки верхние цветные. Вот, было очень здорово их снова увидеть. А нам их было еще, как бы, прикольнее увидеть, потому что мы их еще больше, чем год не видели. Да, да. Вот. Ну, будем ждать, когда вновь когда-нибудь станет она пешеходной, чтобы можно было прокатиться по ней. Но на самом деле... На скейте-самокате. Да, на скейте-самокате, естественно, прокатиться. Вот, но и когда она не пешеходная, тоже интересно на выходных. Много людей, как-то живость чувствуется, машины ездят, что-то как-то движуха какая-то. Да, понятно, что когда перекрывается, какое-то чувство праздника, типа, обычно как-то в честь праздника перекрывали. Но у людей все равно как-то осталось вот это вот, что нужно по красной пойти погулять. Очень много людей на выходных. Так привычка выработана годами, что красная – это место притяжения. Вот, ну, посмотрим. Время покажет. Все, ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, что вы участвовали в эксперименте звуковом и видео. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на Boosty. Там блоги выходят на сутки практически раньше, если я не сбиваюсь с графика. Все. Покеда!